На первый взгляд незначительная деталь, форма отверстия в бревне, а уже существенно влияет на погоду в доме. Материалы плотнее ложатся к друг другу и в итоге не пропускают холод. По канадской технологии рубки чаша вырезается в форме трапеции, а при строительстве русской избы в форме полуметится. Кстати, вырезают ее бензопилой вручную, в уже очищенном и отшлифованном цельном стволе. После этого обрабатывают фрезой. Технология канадской рубки появилась в 18 веке, а на Руси пользовались исключительно топорами. Но теперь у нас есть современные технологии. Это фреза, и я передаю ее специалисту. Для канадской технологии можно использовать любую древесину. По словам опытных плотников, один из лучших материалов для строительства такого дома – кедр. В отличие от лиственницы и сосны, он лучше держит температуру, без дополнительного утепления. Потому что кедр – это более теплая древесина. У нее самый низкий, получается, из дерева коэффициент теплопроводности. То бишь, это более теплые дома, тем более в нашем регионе, сибирском. Инструменты у рабочих самые обыкновенные. Болгарка, шуруповерт, стамеска. Но есть и гуско-специализированные. Например, Тесла. С его помощью в углублении, его называют лунным пазом, срезается тонкий слой древесины. Вот таким нехитрым движением делается лунный паз. На строительство одного такого дома у рабочих уходит несколько месяцев. В будущем алтайские плотники планируют освоить и норвежскую рубку, которая отличается от канадской только овальной формой бревен. Эта технология тоже востребована среди заказчиков. Ведь стены изнутри более гладкие, что позволяет сохранять внутреннюю площадь. Таисия Чемесова, Анатолий Фукс, Новости.